Дамы и господа, приветствуем вас! Ваше превосходительство, Европейский Союз на протяжении долгих лет поддерживало Молдову. Как вы цените эту поддержку? Действительно, Евросоюз помогает своим соседним странам, странам восточного партнерства и особенно странам, которые подписали договор об ассоциации. Уже 6 лет, как Молдова подписала договор об ассоциации с Евросоюзом, это обязывает странам Евросоюза оказывать всевозможную помощь, всестороннюю помощь для Молдовы, так макрофинансовую помощь и также экспертную помощь. Кроме Евросоюза, вы получаете достаточно разные виды помощи от стран Евросоюза, в том числе и от Литвы. И если посмотреть на последние вызовы, связанные с пандемией ковида, Евросоюз тоже не остался в стороне. Евросоюз одним из первых реагировал и начал большую программу предоставления помощи, в том числе и Молдове, и для восстановления бизнеса, и для борьбы с ковидом, и помощь предоставлению разных медицинских средств защиты. То есть этот процесс ведется постоянно. Если так в цифрах посмотреть, наверное, Молдова получила уже около миллиарда евро разных видов помощи, то есть и через проект, и через макрофинансовую помощь. Если говорить о помощи от Литвы, мы тоже не остаемся в стороне. Мы часть помощи Евросоюза, и наши эксперты работают в Молдове, и то все институции уже более 12 проектов твининга, близнецов программы Евросоюза осуществили и продолжают осуществлять в Молдове. Также разные проекты развития сотрудничества стран Евросоюза предоставляют для Молдовы. Одна только по собственному лицу, но больше 100 проектов уже осуществили в Молдове. Но если выделить, я думаю, что все-таки самое главное то, что вы получаете экспертную помощь, это помогает вам развиваться, развиваться и укреплять свои государственные структуры. Очень важно то, что, значит, с одной стороны, мы обязались помогать, но с другой стороны, и Молдова делает свои домашние работы, продвигает реформы, и это нас очень сильно сближает. Мы, прежде всего, готовы представить возможность, которая усилила бы демократические институции, то есть и реформа мустиции для нас очень важна, борьба с коррупцией. Опять мы тоже надеемся, что и дело о исчезновом миллиарде тоже будет расследовано. То есть Евросоюз готов помочь всесторонне и в развитии ваших разных секторов бизнеса, науки, технологий. Студенты приглашаются в Евросоюз по программе Erasmus+. Но, с другой стороны, мы надеемся, что и Молдова будет в ускоренном темпе продвигать реформы, которые она, со своей стороны, уже обязалась осуществить. Как вы считаете, какие из проектов, реализуемых Европейским Союзом в Республике Молдова, являются наиболее важными в нашей стране? Как я сказал, на проектах очень много. Но я думаю, что важнее всего восстановить доверие граждан к правовым институциям государства. И та помощь, которую мы предоставляем в осуществлении, скажем, реформы юстиции, помощь так называемых советников высокого уровня от Евросоюза, это советники бывают с разных стран, но, по статье, Евросоюз, они работают в ваших институциях. Это тоже очень сильный толчок для развития институционного качества работы и приближения ваших госструктур к стандартам Евросоюза. То есть мы предоставляем вам, прежде всего, возможности, и Молдова должна этим воздушно воспользоваться. Насколько теплыми можно считать отношения между Евросоюзами и Республики Молдова? Если посмотрите, несмотря на разные перемены в политических структурах, то есть переменах власти, перемены в парламенте, то одна и другая политическая сила в Молдове управляла страной. От Евросоюза вы постоянно получали знаки внимания, помощи от стран, членов Евросоюза тоже. Это никогда не прекращалось. Для нас, Молдова, соседняя, дружественная, теплая страна, мы всегда готовы помочь вне зависимости от каких-то политических перемен, которые происходят, наверное, будут происходить в вашей стране. Страна развивается, как и другие страны. Это естественный процесс. Перемены происходят и в странах Евросоюза. То есть мы считаем, что это часть созревания демократического общества. Наши отношения очень теплые, мы готовы продолжать в этом духе. Предоставляется ли эта помощь с определенной целью? Каково ваше личное мнение? Если посмотреть глобально, Евросоюз является самым большим донором в мире, оказывает помощь и странам, которые окружают Евросоюз, с целью не только развития этих стран благосостояния, благополучия, но тоже и с целью расширения как бы зоны безопасности вокруг Евросоюза. В том числе и Молдова является соседней страной. И мы заинтересованы в развитии торговли, экономических отношений. И мы открыли для Молдовы свой рынок, рынок Евросоюза. После того, как мы подписали договор об ассоциации, Евросоюз открыл свободный доступ в европейский рынок. Конечно, для этого надо тоже потянуться, надо, чтобы стандарты соответствовали для продукции, особенно сельхозяйственной, животноводческой продукции. Но мы помогаем с целью развития, потому что это как бы взаимный интерес. Чем наши соседи будут более развиты, тем меньше будет разных напряжений в соседних странах. Я говорю не только про Молдову. Есть страны, Молдова успешно развивающая страна, у вас уже две трети экспорта идут в Евросоюз. Но есть такие страны, из которых идут беженцы огромным потоком в Евросоюз. Те страны действительно на грани, может быть, экономического развала, где какие-то военные конфликты продолжаются в ближнем, то есть не так далеко от грани с Евросоюзом. Мы помогаем всем. И Северная Африка, и… То есть глобально это даже не надо развивать регионы. Конечно, может, приоритеты одни и другие есть. Там, скажем, и Балканы, и Старно-Восточное партнерство. Центральная Азия – наш самый ближайший приоритет. А Молдова в особенности. В особенности Молдова, Грузия и Украина, потому что это тройка подписала договоры по ассоциации. И поэтому мы обязаны вам помочь с целью более тесного сотрудничества. Насколько близка Республика Молдова к мечте о вхождении в Европу? Это очень сложно сказать, потому что все в ваших руках. В руках жителей Молдовы, в руках избирателей. И вы сами должны, значит, избрать свой путь, чтобы не было, как в этой басне Крылова, когда щука, лебедь и рак, и каждый в разные стороны тащит что-то там, и, значит, как в физике разные векторы они же суммируются, и можно сказать, что сумма разных векторов даст абсолютно ноль. То есть страна не будет развиваться. Вот Литва в 1994 году, нас, скажем, и левые, и правые, и со двести партий, мы выбрали один вектор развития. Чтобы обеспечить благосостояние Литвы, мы решили вступать в Евросоюз. А чтобы обеспечить безопасность, мы решили вступить под зону Дигната. Это дало огромный толчок для развития. То есть насколько вы будете быстро интегрироваться к Евросоюзу или, значит, идти заявка в вступление, зависит только от воли избирателей Молдовы. Почему Республика Молдова еще не может вступить в Евросоюз? Ну, для вступления в Евросоюз – это долгий процесс, скажем. Я на опыте Литвы могу сказать тоже. Мы в 1990 году в марте объявили о выходе из состава Советского Союза. Спасибо Молдове. Сразу уже через два месяца, в мае 1990 года, Молдова признала, первой в мире признала независимость Литвы. Спасибо же для Молдовы за это. И мы начали тоже подготовку к развитию страны. И в 1994 году мы дали заявку о вступлении в Евросоюз. После того, как мы дали заявку о вступлении в Евросоюз, нам заняло 10 лет подготовки, чтобы вступить в Евросоюз. Это надо было подготовить, перестроить все – инфраструктуру, экономику, государственный строй. И мы это сделали, удачно сделали, потому что после вступления мы стали самобытно развивающимися на Евросоюзе. Уже, скажем, средняя зарплата в Литве – 1200 евро. Это немалая зарплата. Есть вектора, скажем, IT-технологии, где средняя зарплата уже 6-7 тысяч евро получается. И, конечно, когда вы выбрали свой путь, мы начали смотреть вперед. Не дотаться намеренно лево-направо, а смотреть вперед. То есть очень важно, чтобы Молдова тоже цель выбрала для развития будущего, рассмотрела в будущее. Как вы оцениваете планы развития нашей страны вместе с Евросоюзом? Действительно, уже после подписания договора по социации Евросоюз обязался предоставлять всестороннюю помощь. И очень важно, мы уже конкурируем в глобальном мире. Евросоюз уже старается не потерять конкуренционное превосходство в глобальном мире. Если глобальные рынки Китая, США, Евросоюз – это 500 миллионов человек, полмиллиарда. И мы подтягиваем тоже наших соседей, предоставляем всякие возможности через разные программы для ученых, программы «Горизонт», для студентов «Размус плюс», для аграрного сектора отдельные программы есть для помощи, для, скажем, развития бизнеса опять отдельные программы и макрофинансовая помощь огромная. То есть мы приближаем Молдову к Евросоюзу и хотим, чтобы она приблизилась, потому что в перспективе глобализации рынков и хорошее добрососедство всегда взаимовыгодное. Действительно, надо смотреть на будущее, на будущее технологии. Уже и, скажем, Литва славится как-то с нами в сайте технологии. Мы думаем об искусственном интеллекте, о сайте технологиях, биотехнологиях, скажем. И надо, чтобы Молдова тоже какую-то цель выбирала. У вас очень много ученых хороших, очень опытные кадры растут в ваших университетах, хорошие университеты. И надо тоже выбрать вектор развития для страны, а Евросоюз действительно будет готов помочь в стороне. Считаете ли вы, что досрочный парламентский выбор, если они будут проводиться честно, они и приблизят нас к Евросоюзу? Вы выбираете, избиратели Молдовы будут выбирать из того, что предложит одна или другая политическая сила. И опять же, это выбор за жителями Молдовы, если выберет, который предлагает ускоренную интеграцию с Евросоюзом. Наверное, это ускорит. Если выберет другую программу, другую политическую платформу, наверное, не ускорит, если так условно говорить. То есть выбор за жителями Молдовы. То есть я знаю, что ваша политическая партия будет предлагать широкий спектр программ, которые будут расстраиваться, наверное, развитие и политической, и экономической, есть и цели безопасности осуществления Молдовы в глобальном мире, и уже выбор за жителями Молдовы. Каким путем вы пойдете? От кого больше зависит интеграция нашей страны в Евросоюз? Со стороны граждан или со стороны правительства нашей страны? Действительно, раньше спрашивали, что было сначала, или яйцо, или курица. Но условия демократии, действительно, первое – это избиратели. Это жители Молдовы. И они будут избирать парламент, соответственно, правительство. То есть выбор за жителями. То есть то, что вы выберете, такое будет правительство. И какую волю изъявите, значит, народ тем путем должен, должно, значит, и в правительство пойти. Естественно, очень часто бывает, особенно в Литве, скажем, что коалиционное правительство, коалиционный парламент, коалиционное большинство, у нас практически 20 лет не было большинства. И мы всегда работаем в условиях коалиции. Это тоже надо научиться работать в условиях коалиции. И это тогда бывает, что и препятствует кто-то там из оппозиции, ускорению каких-то там или продвижению своих детей. Но, опять же, работа в коалиции – это часть демократии. И мне рано гадать, какой будет выбор Молдовы, и кто получит или абсолютное большинство, или большинство, и какие будут коалиции. Но, действительно, я желаю, чтобы Молдова стала ближе к Европе, потому что двери Европы всегда открыты, и мы готовы продолжить нашу всероссийскую помощь для вас. Что вы хотите сказать нашим гражданам в эти важные праздничные дни? Спасибо. Действительно, я очень рад, я очень рад, что работаю в Молдове. И вижу все эти перемены, и положительные перемены, и вижу, как созревает общество, как распространяется демократия, как постанавливается доверие граждан к государственным институциям. И приближающие выборы, они опять – хороший тест для демократии, хороший тест для избирателей, чтобы они действительно осознали, каким путем должна идти Молдова, какой образ она выбирает, что им ближе, как бы, по душе. С нашей стороны, с нашей союза, страны Литвы, как я еще раз повторяю, что мы всегда ждем вас и готовы и помочь, и обменяться опытом, и у вас учиться, и самих себя показать. Успехов вам! Ваше превосходительство, спасибо вам большое за этот теплый сегодняшний разговор. Дамы и господа, Евросоюз доказывает годами, что он поддерживает и будет поддерживать нас во всем, что нам нужно. Спасибо Евросоюзу! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!